Это для нас вообще непонятно, но это так. Вот полезная. Ой, какая полезная, не хочешь? Очень полезная. Или, ну, вообще, кроме вот этого места, все остальное должно быть понятно и легко. Вот кроме вот этого места. Мне она просто понравилась. Сделаем? Ну, классная. Давай такую. Кисточку там не моем, не промакиваем. Только берем жидкость для разжижения. Взяла жидкость. В жиописи масла мы делаем сначала то, что сзади, то, что сзади, а потом то, что заслоняет. То есть мы сейчас создадим среду обитания. Коричневости, желтоватости, голубоватости. Итак, взяла жидкость. Взяла чуть-чуть белил, коричневил и начала пачкать холст. Причем пачкаешь штриховательно, как бы создавая рябь штриха. Короткий штрих вот такой, лежачий к холсту кистью. Создаешь рябь штриха. Рябь. Видишь, я и синий добавил. Чтобы как бы организовалось пространство. Чтобы это было не выкрашенное, а некое, чтобы в нем что-то вроде как угадывалось. Хорошо? Вот такое, вот такое. Динамика штриха больше в этом направлении. Хорошо? Как раз соответствует ее движению. Короткий, настойчивый штрих. Короткий. Мигаешь цветовыми. То в пользу розового, то в пользу коричневого, то в пользу синего. То плюс белильца в большей степени. Вот так, миганиями. Запомните. Пока фоновую историю. Смотри, смотри. Плюс желчатинка. Давай. Твилая жидкость немножко добавлял. Смотри, кисть держим в атаке. Изначальное положение, вот как цветочек. Она вообще, это такой, очень симпатичный инструмент. Его нельзя зажимать его, нельзя как-то странно держать. Вот, вот. Балабнятина. Игрушечка в руках. Рисует вышкребыванием. Матитинка. Вот стерка. Постарайся, ну, просто нарисовать пока фигурка. Вот как ты ее видишь. Постарайся идти от крупных линий, от основных линий. Не застревай на ноге. Не делай жесткие. Вот такие. Режущие. Хорошо? Стерка вот. Когда ее приблизительно найдешь, пойдем дальше. Мы еще не привыкли пользоваться серединами, углами, диагоналями. Еще не привыкли. Начинаем привыкать. Рука находится в самой середине. Правда? Близко кверху. Вот мы нашли эту линию. Ты поняла? Угу. То есть для нас середины, диагонали, углы. Все это является. В середине находится пятно. Вот это смысл. Ну, в середине холстка. В смысле, по высоте. Угу. Угу. Куда пошло тельце. Рука. Как бы в продолжении платья. Есть такое? Угу. Как бы в продолжении платья. Вот линии, на которые мы начинаем опираться. Хорошо? Давай так. Вернее, видишь, силуэт, все. Молодчиночка. Можно внятнее отделить. Внятнее отделить. Можно цветнятинку подсунуть. Пальцем. Зеленый там видим? Бью. Есть, да, какие-то звуки зеленого? Угу. Розового видим. Да. Можно даже чуть-чуть подтереть. Чуть-чуть подтереть. Чтоб именно в сухомятку холста заходили эти звуки. Тогда они не так вязнут. Белесики есть, но все они чуть-чуть цветноватые. Даже белый там немножко цветноватый. Правда? Прозрачненько укладывается. Прозрачненько. Вот такими звуками. Вот такими звуками. Ну, пачечка прямо сразу уложишь. Потом мы с тобой еще придем сюда с мастихином. И им еще чуть-чуть уложим. А? Настик. Давай. Значит, накидаешь сначала пальчиком. Если что, подотрешь. Нацветни чуть-чуть вот этого. Вот этого. Балавнятинки. Здесь подтерло. Пальчиком подложило светло. Здесь рыжо. Взяла рыжо. Подложило рыжо. Есть там, да? Посмотри внимательно. Да. Вот такие вот вещи. Начинаешь подбрасывать, подбрасывать, подбрасывать. То же самое. Перемалываем на цвет тела. Сначала некий средний цвет тела. Рыжеватый. Рыжеватый. Потом уже кистью уложим плотно. А пока мастихином. Вот так. Как будто ногтем. Вырежем. То есть ты положишь цвет и вырежешь. И уже в этом и положим кистью. Хорошо? То же самое. Мордуете. Смотри. Прямо плоскостно, рубленно работает. Да. Ну, нормально. Вот только что ты, может быть, услышала слово свет из-под теневой. Понравилось тебе это слово? Слово, да. Смотри. Есть красивый изгиб вот такого характера. Есть тенистое место у ноги. Есть? Есть. Есть тень от ноги. И она сразу приземлилась. Правда? Вот в этом всем она сразу приземлилась. А есть свет из-под теневой. Возьмешь кисть, в которой ты фоновое пятно набирала. И чуть-чуть подпустишь штриховастиков из-под теневой. А заодно уточнишь вот эти вот цветовые настроения. Особенно свет из-под теневой. Лежачая, нарочито лежачий характер мазка, чтобы обозначить плоскость. Нарочито лежачий, чтобы обозначить плоскость. Села на плоскость. Все пятно сформировалось. Там еще есть идея отражения. Можно ее тоже подсунуть. То есть светик от ноги отразился. Все в принципе чуть-чуть отразилось. А потом легкий чирк горизонтальный дал ощущение и плоскости, и отражения. Правда? Ну а здесь вернем штрешочек. Вот этот косой штрих общий фоновой. Итак, свет из-под теневой. Важный аргумент рисунка. Здесь у нас очень темное окружение. Коричневый, розовый. Сделал сразу глубину. Правда? Похожая темнота. Вот здесь. Смотри, как мы сразу вытащили рисунок. У нее сразу появилось. Вот это пятно работает там, да? То есть оно сразу о чем-то рассказывает о фигуре. Показали его. Ты видишь, я даже не кистью, а пальцем. А знаешь, почему пальцем? Потому что кисть в руках новичка немножко как бы инструмент. Вот пальцем мы все привыкли делать, а кистью не привыкли. Поэтому сначала приучим глаз, а потом уже кистью будем делать только то, что ну невозможно сделать пальцем. Ну скажем, вот эти тонкости невозможно. А вот какие-то такие грубоватенькие места будем делать пальчиком. Мастихинчиком можно уложить свет вот здесь и погонять его туда. Погонять. И плашмя мастихином, и резьбой мастихина положить их светлости. Эти же светлости плотно можно положить и здесь. Свет любит густую краску. Посмотрите, как она еще режется. Удобно. Правда? То есть свет любит густую краску, теневая не любит. Вот прямо густятенькой краски моделируем эту идеечку. Давайте вот эту идею решения задачи, допустим, посмотрел на видео, как это решается, и повторял, и это бы получилось, и то бы получилось. Уверен, что для того, чтобы рисовать вот те партии светлые и деликатные, которые у нас здесь есть, ты бы взяла тоненький колонок. Как все ветки берут тоненький колонок и думают, что этим будет легче. Наоборот, это сложнее. Ногу ты все-таки не убрала. Смотри. Она что, тянется коснуться носка? А у тебя тянется? Посмотри. Ну, это же вещи очевидные, правда? Это же не то, что надо быть профессиональным художником, чтобы различить, что рука не тянется к ноге. Понимаешь? Понимаешь? То есть есть вещи, которые мы делаем просто от невнимательности. Вещи очевидные, которые не требуют мастерства. Они просто требуют культуру мысли. Внимание. Понимаешь? Да. Значит, здесь дополним вот этими ребятами. Ручечка Е2Е2. Здесь тоже темно. Еще хочу обратить твое внимание, что ручечка тоже темно. Она не светла, она темна. Она почти равна фоновому. Нос на нас не смотрит. Посмотри. А у тебя смотрит, да? Да. Я не понимала, как это выходит, как-то вот туда. Ну да. Да. Я совсем не понимала. Смотри, обращенность головы туда. Там же кень? Да. А свет только по краешку. Вот здесь. И сразу появилась обращенность носа. Вон, вон обращенность носа. У шеечки тоже там тенистые. То есть, это к мастерству никакого отношения не имеет. Это к рассуждению света и тени. Ну и соразмерностей, да? То есть, есть вещи, которые мы не делаем по странной причине. Причем, среди нас есть такие новички, которые почему-то это делают. То есть, им хватает внимательности прослеживать. Ну или интереса. Отчасти это от отсутствия интереса. Ты же как бы, у тебя нет же потребности стать художником, да? Ты решила просто попробовать. Отсутствие интереса не дает тебе расследовать то, что ты рисуешь. А попробуй-ка все-таки с интересом. Хорошо? Как будто ты действительно хочешь стать художником. Но сейчас в случае научиться видеть, да? Как художник. Просто видеть. Видеть элементарные вещи. Теневую набрал, да? То есть, просто попробовать поиграть в такую игру, раз уж мы взялись за это. Ну там так, да? Не так. Не знаю, что такое, что не то, а где в чем. Не понимаю. Теперь у нас, когда мы чуть-чуть вот это вот подчеркали, повыгрызли ту краску, которая темна. Теперь попробуем положить сверху. Мы берем желтый, розовый и белый. Вот я замешивал краску. Можно показать? Вот я замешивал краску. Это не значит, что прямо этой кистью надо лезть туда. Теперь я сделал из кисти деликатную лопаточку. Взял меру краски. Камера видит это? Да, да, да. Идеальную, правда? Идеальную. И вот этой небольшой мерой укладывает. И она как миленькая укладывается красиво. Как миленькая. Именно вот этой лопаточкой. Кисть у меня в руках. Хоть и искусственная, но а-ля щетина. То есть это не колонок, не другие какие-то. И вот я очень спокойно, просто рассуждая то, что вижу, укладываю красочку на светлые парки. Еще раз напоминаю, у меня мера краски здесь очень небольшая. Я не размешал и тут же этим комом краски, который был, пошел. А я приготовил кисть. Давай так. И легкие, зеленовато-охристые проявления. И розоватые. Это уже любой художник розоватости и зеленоватости подкладывает. Даже если ты их еще не различаешь в природе, стоит подсмотреть у художников, что они этим пользуются. И тоже пользуются. Опять же, штрих по формочке. Молодец среди овец. А, в смысле, вот эта часть? Нет, не знаю. Может быть, там надо еще. Да, может быть, еще. Да. Простите за такое сразу откровение. Свет любит плотную краску. Вот мы ее укладываем. Молодец, что заметила светлячок здесь. Опять же, свет из-под теневой. Хорошее дело. Вот здесь тень. Можно было бы положить черняво. А вот смотри, если мы кладем красняву, появляется ощущение, что она вся прозрачная. Правда? Да. А если бы чернявость, ну, был бы чумазый кусок. А так вкуснятненько. Нет, у тебя как раз все очень даже неплохо. Просто поскольку первый раз в первый класс, смотри, еще и как умные люди делают. Там есть эта мышечка, да? Да, да, да. Чуть-чуть намек на свет, на надбровной дугой. Да, ага. Глаз сначала, как пятно. И по траектории, по траектории задранной головы. Коричневый я сейчас беру, с краснотой. Чтобы глаз не стал тоже чернотой. Да, вот, чтобы легкая кровинушка присутствовала. Постоянно присутствовала. Направление густоты дало конструкцию, конструкцию. Хорошие здесь мазочки, по-моему, очень техничные. Не знаю, как ты так додумалась. Единственное, что цвета чуть-чуть. Очень хорошо там мазочки. Просто идеальные. С юбкой я старалась. Не, не, у тебя юбка идеальная. Я просто чуть-чуть добавляю уже от себя тяну. Не от себя тяну. Я старалась, чтобы нога была там под пальцем. Угу, и она позадет. А мне никак не получилось желтого цвета сюда добавить. Поэтому достаточно будет вот такого пятна. Угу. Ничего больше не надо. Кругловатости руке. Легких рефлексов на тюрьму. Причем вот на таком вихре очень изящно звучат вот такие подписи. Можно делать закрутелек, а потом узнаваемые буквы подсовывают. Ну, скажем, просится R или N, да? Просится R или наоборот V. И так далее. Поняла его? Да. То есть подпись может быть вот такой. Не на мазюк, она не деликатна, да? Угу. А наоборот. Рощерк. Такой пушкинский рощерк. Ну, да, подпись это тут довольно...